Ни при каких условиях Благословения Ни при каких условиях Мы приходим не к булочке, не к религии Мы приходим к живому господину Многие хотят Иисуса оставить мертвым И когда ангел пришел Говорит, что вы ищете живого среди мертвых Не делай Иисуса мертвым Иногда мы хотим, чтобы он висел на кресте все время Но он висел однажды А потом он воскрес из мертвых И мне больше нравится Картина воскресения Потому что картина смерти, она страшная Но картина воскресения, она благословенная Он умер И он воскрес Когда мы перематываем назад Откуда вообще появилась Пасха? Вообще первое упоминание о Пасхе Откуда вообще корень Пасхи взялся? И вы знаете Когда мы говорим о корне Об истории Пасхи Все началось там в Израиле Помните, когда Иосиф пришел в Египет Его встретили с радостью, правда? Меня слышно там, нет? Мне себя не слышно, к сожалению Я попробую так направить Когда он пришел Когда он пришел в Египет Его встретил фараон с радостью Конечно, он посидел в тюрьме немножко Конечно, и там обвиняли Но в конце 70 человек переселились из Из Израиля С земли обетованной В Египет пошли И там их евреев встретили хорошо Всего-то их было 70 человек Они пришли Им дали землю Им дали люкс Они были просто благословлены там И пока Иосиф жил Им было хорошо И они были благословены, довольны Но Проходит 400 лет И Бог так сильно благословил Потомков Авраама, Исаака и Иакова Что из 70 человек Они за 400 лет превратились В полтора миллиона человек Кто-то говорит Два миллиона Я не знаю Не считал Ну плюс-минус миллион Это нормально В христианских церквях Так вот Их стало очень много Настолько много Что фараон Сказал Все Нужно что-то делать Проблема Их становится столько много Что скоро Фараон должен стать евреем Что ли Или что И тогда К нему пришла Ему казалась Гениальная идея Убить Убить Истребить Но не взрослых Взрослые нужны Пусть работают Детей убивать Вы знаете Сегодня Это же идея У фараона Сегодня же Эта идея У фараона Присутствует Убить Я когда узнал Что в России Ежегодно Абортируется Два миллиона Детей Убивается Зарежется В утробе матери Зарезает Вы представляете Какая река Крови течет Фараон хочет убить Дьявол Хочет убить Ему нужны дети Он хочет взяться За детей Убить детей Растерзать их Когда я зашел В интернет Многие дьявол Знаете что придумали Он сказал Это не ребенок Это плод Вместо ребенка Он говорит плод Вместо убийства Он сказал аборт Абортируем плод Плод я понимаю Это яблоки Груши Плоды Фруктовых деревьев Как можно человека Назвать плодом Ты бы назвал Своего мужа В принципе Твоего мужа Можешь назвать Плод какой-то Кабачок Но если мы говорим О человеке Это же не плод Это человек С первой минуты жизни С момента зачатия Он не становится Человеком Когда рождается Вылез Так ух ты Смотри Руки появились Там все у него Внутри Я зашел в интернет Вел Абортированные И картинки показали Я был в шоке Это состоявшиеся Существа человеческие Голова Руки Ноги Разрезанные На куски Дьявол хочет Убивать Он любит Кровь Особенно кровь Детей Убить детей Он фокус Берет на детей Он концентрирует Внимание на детей Когда в нашей церкви Количество детей Увеличивается Он беспокоится Они собираются И говорят Надо что-то делать У них слишком Много детей Много детей Да у нас Много детей Их будет Больше И больше И больше Аллилуйя Мы не абортируем Мы не убиваем Детей Мы хотим Чтоб жизнь Сохранилась Когда убивают Детей Убийство Это грех И на грех Мы говорим Грех Аминь На черное Черное Моисея Родители хранили Они смотрели на него И видели будущее Бог тебя призвал Бог тебя призвал У тебя прекрасное будущее Когда мы смотрим На наших детей Мы говорим Бог тебя призвал У тебя прекрасное будущее Смотри на своего ребенка И говори Бог тебя призвал Смотри на своего внука Или внучку Говори Бог тебя призвал Смотрите на окружающих. Бог тебя призвал. Они говорили, Бог тебя призвал. Вы помните эту историю, как Моисей оказался в доме фараона. И по чистой случайности рядом оказалась сестра. И по чистой случайности фараонша стала платить матери Моисея за то, чтобы она воспитывала его. Это чисто еврейский развод. Аллилуйя. Все нормально. Все благословенно. Моисей вырос. У него случилось много историй. И вот ему 80 лет. Он оказался в пустыне. 40 лет пас баранов. Был чабан. Кочевник. Наш человек. И он пас барашков. И вот однажды он видит кус. Горит. И не сгорает. Как наша жизнь. Мы горим, но мы не сгораем. Мы горим, но мы не сгораем. И Моисей пошел посмотреть на это чудо. Из чудес он подошел. И из голоса куста он услышал. Из огня он слышал голос. Моисей, сними обувь твою. Это говорил с ним Господь. И Господь ему сказал. Иди и скажи фараону. Моисей приходит и передает свои слова фараону. Слова Божьи. Let my people go. Что в переводе с древнееврейского означает отпусти мой народ. Моисей разговаривает с фараоном. Фараон недоволен. Кто ты такой? Как смеешь ты говорить мне, что мне делать? Он распсиховался. И тогда пошли козни египетские. Десять козней. Раз, два, три. Все боги. Нил, это был богом. Река. Ра, солнце затмилось. Нил покрылся кровью. Жабу они любили. Вот вам ваш бог в постели. Написано, что даже в постели, в спальне фараона лягушки пролазили и квакали. Прошло время. Фараон упорствовал. Он все время торговался. Давай так. Давай. Мужики чисто пойдут. Сходят. И фараон знал, что мужики к женщинам обязательно вернутся. И Моисей говорит, не пойдет такое дело. Потом говорит, ладно, пускай мужчины и женщины идут, а дети останутся. Нет. Моисей знал, и фараон знал, что родители вернутся к своим детям. Тогда фараон говорит, давай так. Так, вы все свое барахло оставляете, сходите к Богу своему и куда хотите. И все знали, что евреи не оставят свое имущество вернутся, потому что это благословение от Господа. И фараон придумал все время какую-нибудь точку, чтобы не пустить. И тогда Бог сказал, все, десятая. Десятая казнь. Знаете, слово цифра 10 в Библии очень часто, десятина. Это что-то серьезное. Десятая казнь. Когда Господь отпускает защиту, и ангел смерти, губитель, убийца идет по земле, убивая первенцев. Все перепугались. Моисей когда сказал, ангел, губитель идет, всех будет убивать первенцев. Все перепугались. Особенно первенцы. Кто здесь первенец, первый в семье? Вау! Вы бы особенно набрелись в тот день. Кто здесь не первый ребенок в семье? Не первый. Вы бы, конечно, поволновались. Но не так сильно. Но первенцы особенно напряглись. И кто знает, представьте, когда ангел, губитель придет, откуда он знает, кто первенец, кто не первенец? Надо быть внимательным. Вы знаете, напряжение пришло. Моисей говорит, придет ангел-губитель. Все, весь народ Божий перепугался. Что же будет? Что же будет? И Моисей говорит, спокойствие, только спокойствие. Сейчас покажу, как выйти из-под проклятия. Надо совершить Пасху. Пасху? И на чисто еврейском. Его спрашивают, что это за таке? Он объясняет. И он говорит, поймите, Пасха, это вот чтобы прошел мимо. Проклятие прошло. Выйти. Пасха, это выход. Это исход. Это когда ты освобожден. Не только от смерти, а еще освобожден от всякого проклятия. И ты свободен от рабства. Вы знаете, когда мы говорим о Египте, это как рабство греха. Все мы были рабами в Египте. Кто-то был рабом похотей. Кто-то был рабом алкоголя, наркотиков. Кто-то был рабом. Кто-то был рабом. Все мы жили в рабстве. Но пришло время освобождения. Соверши Пасху. Что же делать, Моисей? Он сказал, возьмите ягненка чистого, непорочного. Вы знаете, когда овечку берете, это такой маленький. Его жалко. Его прямо просто, его жалость испугает. И привяжите его дома. Пускай он у вас будет дома. И три дня находился он у них в доме. И они играли, дети, с ним все. И он стал частью семьи. Он стал частью одним из них. И потом Моисей говорит, его нужно будет собраться всем и заколоть. Вы знаете, это ужасное зрелище. Когда все собираются и закалывают. Возьмите кровь его, соберите и помажьте косяки дверей кровью ягненка. Вообще, это жуткое зрелище. Не из веселых. Знаете, когда ты с барашком играешь, назвал его как-нибудь там именем каким-нибудь. И потом тебе его нужно резать. Ужас. Он такой классный. Он глазки так смотрит. За что резать? И тогда папа объясняет детям. Детки, это особенная ночь. Или он, или мы. Давайте выберем, кто умирать будет. Или он умирает, или мы умираем. Так жалко. Он ничего не сделал плохого. Он ни в чем не виноват. Но кто-то должен взять и умереть. Если не умрет ягненок, умрет человек. Если Агниев, жертва, не умрет. Курбан. И тогда они убивают его, помазывают кровь, пекут и едят его мясо. Я не думаю, что там сильно было. Но это была особенная ночь. Особенная ночь. В эту ночь произошло что-то невероятное. Ангел смерти начал двигаться по Египту. Все помазали косяки. Народ Божий помазал косяки. Съели ягненка. И начали слышать по городу. И было слышно, как крылья ангела-губителя машут над Египтом. Он шходил, убивая. И единственный знак для него был. На дверях кровь. Он подходил, хотев убить. Но он не мог зайти. Кровь. На косяках дверей. Скажем на это аминь или нет. Он не может войти вовнутрь. Дьявол не может войти. Он не может ничего сделать, если есть кровь. Они вышли из Египта. Спасенные и живые. Когда Христос пришел. Он был этим ягнцем. Ходил среди нас. Нежный, чистый, любящий. Исцелял, благословлял. Ну вот ангел смерти идет. Он будет наказывать за грехи наши. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы согласны с этим, драгоценные? Мы согрешили. Лишены Божьей славы. И ангел-губитель подходит. Иисус говорит, я есть агнец, сшедший с небес. Он заклонный за нас. Раньше, говорили, наша Пасха это выход. Это ягненок. Это выход из Египта. Христос умирает на кресте. Его кровь стекает. Он говорил, кушайте от плоти моей, пейте от крови моей. Если не будешь кушать и пить, если косяки твоего сердца не будут помазаны кровью, наказание и смерть. Мы смотрим на Христа. Мы смотрим на крест. И мы говорим, это есть наша Пасха. Мы освобождены от смерти и наказания. Скажем на это аминь. История печальная. Христос на кресте умирает. И когда Он умирал, Он закричал, СОВЕРШИЛОСЬ! Что совершилось? Совершилось то, что ангел-губитель не войдет в жизнь тех, кто принял Его печать, Его кровь. Кто запечатлен на небесах. Если я пришел к Иисусу и сказал, помилуй меня, прости, очисти, омой твоей кровью, то Писание говорит, имя мое записано в книге жизни. Наша Пасха не кулич, хотя я люблю куличи. Наша Пасха Христос заклонный за нас. Ему да будет слава, честь и благодарение. Давайте дадим аплодисменты. Аллилуйя! Наша Пасха Христос! Аминь! Драгоценные! Просто всегда помните об этом. Многие люди делают религиозные традиции. Ой, Пасха, Пасха, Пасха. Ой, что-то нужно делать. Нам нужно просто расслабиться в присутствии Божьем. Благодаря Его за Его смерть и воскресение. Это центральное событие в истории человечества. Бог открыл нам снова доступ к небесам. И когда Адаму и Еве было запрещено входить туда и кушать от древа жизни, благодаря Христу мы можем вкушать от древа жизни. Аминь! Что такое жертва? Это когда кто-то отдает что-то, что ему дорого. Христос отдал самое дорогое – жизнь. Это самая великая жертва. Он отдал свою жизнь. Аминь, драгоценные! Что можно пожертвовать? Мы можем жертвовать, мы можем финансы пожертвовать, мы можем пожертвовать время, мы можем пожертвовать отношения. Христос же пожертвовал жизнь. Кого-то на синтезатор можно попросить? Христос пожертвовал свою собственную, единственную. Он пожертвовал себя. Вы знаете, когда я оцениваю силу жертвы, а что же пожертвовал отец? Кто из вас является отцом или матерью? Вы любите ваших детей? Когда какой-то сидит убийца в тюрьме и говорят, что этому убийце будет наказание, смерть, у вас возникает мысль, как жалко его, надо бы его спасти. Давай дадим нашего сына, пускай его накажут. Нет, ни в коем случае такого, ни при каких условиях, ни при каких условиях я своего ребенка не отдам за грешников, за мерзавцев. Они недостойны. Но какая любовь у Бога, когда Он смотрел на нас, на грешников, живущих в мерзости, живущих во тьме, живущих во грехах своих, наслаждающихся грехами. Он посмотрел и увидел над нами приговор. Приговор висит над каждым. Смерть. Ад. Озеро огненное. Отец с небес смотрит. Он достоин смерти. Он достоин наказания. И тогда у Него происходит что-то интересное. Он так смотрел на тебя и влюбился, полюбил тебя. Некоторые думают, я что, такой хороший грешник был, что Он меня полюбил. Весь в дерьме, в грехах, во тьме, не думай, что за какие-то качества. В этом и есть Божья любовь. Он полюбил тебя. Полюбил тебя в дни из-за того, кем ты являешься. Он полюбил тебя. Потому что Он твой Отец. И Он отдает самое дорогое. Он жертвует Своим Сыном. Вы помните историю с Авраамом? Когда Он нес Своего Сына на жертву. Когда Он... Это как Бог. Он отдаевал. Это не так просто. Когда на небесах Отец повернулся к Сыну и сказал, кто-то должен умереть за них. Никто не может их спасти. Единственный выход для них смерть. Смерть чистого. Смерть праведника. Иисус, находясь на земле в Гефсиманском саду молился. и сказал, доминует меня. Это очень тяжелая чаша. Чаша смерти. Разлуки. Доминует меня чаша сия. Он принес Себя в жертву. Отец принес Сына. Отец принес Сына. Иди на разовую жертву, но универсальную. За меня. За Тебя. Скажи со мною, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. За жертву Твою. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. За то, что Ты отдал Себя. За меня. Иисус. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты моя жизнь. Он сделал этот акт. И сегодня, когда Господь смотрит на людей, большинство из них молится так. Господи, дай их. Дай мне еще. Дай мне еще. Дай мне еще. И Он помогает. Но особенно Он прислушивается к молитвам тех, которые жертвуют. Я не знаю, каким образом, но что-то происходит сильное. Почему-то молитва людей, жертвующих своим временем, своей жизнью, своими эмоциями, жертвующих собою, их молитва быстрее доходит до небес. Она ускорена реактивным мотором. Она несется быстрее до престола Божьего. У них есть скоростной проход. Вы знаете, я однажды не однажды, пару раз был с детьми в Диснейленде. И там один раз ходишь, и за вход платишь, и все. Дальше ты там пользуешься всем бесплатно. Любой аттракцион. Но проблема в том, что в каждый аттракцион очередь минут по 20-30. И у тебя есть вот этот полон. И ты стоишь в очереди 30 минут. И уже постоял, уже все, уже ничего не хочешь. Но вдруг рядом я обнажил другую дорогу. И смотрел, там другие люди идут вперед все очереди, впереди проходят и заходят. Я стал спрашивать, что это такое? А мне говорят, а это богачи идут. Я говорю, смысл? Они говорят, они заплатили на 20 долларов больше, и у них экспресс-проход. Я говорю, они пожертвовали больше Диснейленду? Да. А мы пожадничали? Да. Стой в очереди. Я вдруг понял, знаете, вот когда же есть жертва, у тебя есть экспресс-проход. Там, знаешь, все молятся, господи, господи, дай, 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 дай. А у тебя ты пожертвуешь, ты жизнь свою, живую жертву себя принес. Ты слушаешься Его, ты повинуешься Его Слову, слушаешь Слово Господа. Помните, в 2 законе 28, если будешь слушать глаза Господа твоего и тщательно исполнять, хранить, тогда будешь благословен, благословен, благословен. И все стоят в очереди. Господи, дай, 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 дай. И там очередь еще... И ты идешь рядом. С жертвуя Господу. Господь, я ждать не хочу. Я жертвую. Я вспоминаю Затолокина Виталия. Вы помните Виталия? Когда он уже, будучи пастором, а его жена еще неверующая, он ходит везде проповедует, спасает людей, молится за них. Они исцеляются, а жена дома неверующая. И знаете, он стал делать сумасшедшие вещи. Он пришел и говорит, короче, Максим, вот жертва. И принес, я знаю его зарплату, я ему плачу зарплату. И она гораздо больше его зарплаты. Он говорит, я жертвую, чтобы моя жена спаслась. Я говорю, ну это странная жертва. В смысле, ты покупаешь или что? Он говорит, я жертвую, возложи руки, как священник, благослови, пусть Господь примет эту жертву. Я не мог поверить. Первый раз, второй раз, третий. Он покупал супер ускоренную, четырехмоторную, реактивную молитву. И когда приехала одна женщина и узнала, что его жена неверующая, это жена Пола Зинка, и она говорит, я хочу здесь встретиться. И мы повезли ее в Толгар. А Марина, она упертая была, не соглашалась ни с кем. Нет, не надо мне, не трогай. Она хорошая, но не трогайте меня. И Шерон позвонила в дверь. Марина открывает дверь, неожиданно смотрит. И Шерон говорит, Иисус Господь, я приехал из Америки рассказать тебе про Иисуса Христа. Вот ни одного человека на земном шаре не было, кто мог бы принять ее молитву. Кто бы, вот, но она не воспринимала никого. Но когда она узнала, что из Флориды приехала какая-то женщина, и вдруг ее сердце размякло, стали молиться, слезы потекли рекой. И я посмотрел, думал, Господи, мы все в очереди стоим. Господи, дядя Вася, тетя Шура, баба Клава, там всех, там всех вспоминаешь. А Заталокин проходит экспресс проходом со своей жертвой, и вперед очереди становится на этот аттракцион вечной жизни. Жертва делает великие вещи. Он расточил, раздал. Правда его пребывает вовек. Говорится о Христе. Он принял себя в жертву. И всякий раз, когда мы чем-то жертвуем, я вспоминаю 21 год назад, когда я пожертвовал своей мечтой, мне многие спрашивают, Максим, в чем твое благословение? Как ты такой благословенный? 21 год назад вся моя родня, вся моя родня, 100 человек в Америку. Я тоже был среди них. Америка! И когда Господь сказал, пожертвуй, я говорю, Господи, а зачем? Чтобы остаться здесь? С кем? Это же Советский Союз еще. И он говорит, ради вот этих людей. Вы знаете, я пожертвовал своей мечтой и ни разу не пожалел. Молитвы экспрессом пошли. И за той жертвы, которую я сделал, не поехал в Америку. Лариса точно так же. Мы, наши молитвы идут быстрее. Мы чувствуем, какое благословение от одной жертвы. Одна жертва, какое благословение. Христос себя принес в жертву. И какое благословение, когда ты жертвуешь. Жертвуешь ради ближних, ради дальних. Жертвуешь своим временем, эмоциями. Жертвуешь всем, что у тебя есть. Ибо первая заповедь, возлюби Господа. И вторая, возлюби ближнего. А любовь без жертвы, это ничего. Если за тобой кто-нибудь ухаживает, говорит, я люблю тебя, а тебе ничего не дарит, милая. Это самообман. Любовь жертвует, аминь. Если по-настоящему жертвует все, что есть. Вот я, например, так люблю свою жену, что даже зарплату свою не вижу. Полностью, все она у меня забирает, все. И уже так привыкла, уже не приносят мне зарплату, ей приносят все. Видите, какой я жертвенный человек. Я ей говорю, дорогая, все, что хочешь, только с моего разрешения. Благословение, когда мы приходим к Господу, не с пустыми руками. Мы приходим, как штука жертва. Это когда ты отрываешь что-то. Если оно так отваливается, козюлю бросил, это не жертва. Но если что-то отрывается, вот это настоящая жертва. Аминь, драгоценные. Помните, Иисус стоял возле жертвенника. Принесите сюда. Принесите эти ящики сюда. Быстренько, кто-нибудь. Сергей, помоги. Там организаторы долго думают. Быстро принеси сюда. Вы знаете, Иисус стоял возле жертвенника. И Он смотрел, кто как жертвует. Вот это интересное такое место из Библии. Иисус стоит возле жертвенника. Посмотрите на меня, драгоценный. О, так вы сразу два принесли. Ох, молодцы. Три даже, да? Сейчас пока, братья, отойдите в сторону. Иисус стоял возле жертвенника. И люди приходили в жертвенник. Такой же жертвенник в храме стоял. И люди приходили, каждый со своей жертвой. Они приходили, каждый приносили, каждый приносил то, что считал нужным. Один пришел, и вроде много жертвует. Люди хлопают. Ай, молодец, сколько пожертвовал. А для него это вовсе и не жертва. Это так, ну на. Но пришла женщина, старушка. У нее две монетки было. Я не знаю, сколько. Сто тенге. Все ее дневное пропитание. Это вот один день еды. У нее больше ничего нету. Она вдова. А знаете, в то время пенсии не было. А если нету пенсии, то ничего нету. А у нее детей нету. Ничего нету. И знаешь, когда вот последнее, что есть, наверняка и кто-то подал это. И она пришла, помолилась, Господи. Иисус смотрит на нее. Процесс. Отрыва. Опа. Он говорит, опа, опа, опа. Смотрите. Все обратили внимание. Смотрите, смотрите на нее. Смотрите на нее. Она только что жертвовала. После нее богач засунул пресс денег. Держи. Аллилуйя. Люди похлопали. Ой. Молодец, сколько пожертвовал. Но это не совсем была жертва. Это не была. Настоящая жертва. Она всегда связана с чем-то, что внутри. С сердцем. И Писание говорит, те, которые дают доброохотно, с желанием. Я представляю, как эта старушка вышла на улицу. Кушать сегодня ей не выпадет. Она молится. Она ценит Господа. Ей ничего не выпадет сегодня. И она рассчитывает на милость Божью. Я верю, что Господь ее благословил. Аминь. Но Господь отмечает. Она сделала что-то особенное. Сегодня мы пришли в Божий дом не с пустыми руками. Аминь. Мы собирали шесть месяцев. Мы готовились. Понемножку складывали. Копейка за копейкой. Лепта за лептой. И мы собрали сегодня наше приношение. И мы хотим принести в день воскресенья. И посеять наши семена. Наше приношение для Господа в этот день воскресенья. Мы будем молиться за каждого человека. Мы будем говорить благословение над вами. Мы будем говорить благословение над вашей жертвой. Сейте семена правды. Доброохотно. Пускай ваше приношение будет принято Господом. И ваши молитвы будут отвечены экспрессом. Я верю, что люди, которые сеют их молитвы, отвечаются. Аминь, драгоценный. Один человек вчера позвонил к нам в студию, в прямой эфир и сказал. Максим, знаешь, у нас такое случилось. Говорит, у меня, говорит, два дома было. И я, говорит, хотел продать. И сильно молился, чтобы Господь помог мне продать один дом, чтобы я переехал в другой дом. И, говорит, Бог не отвечал на молитву. Не продавал эти все. Я уже начал роптать. И я жертвую. И все делаю. Ну, Господь, ну помоги продать. И потом, говорит, знаешь, что случилось? Беда случилась. Загородный дом, дача сгорела. И, говорит, я так благодарен Богу, что Он мне не ответил на ту молитву. Так было бы два дома, а потом ни одного дома. А так, говорит, я рад, что Бог не ответил на эту молитву. И это, наверное, благодаря жертве. Аминь. Мы жертвуем и верим, что молитвы наши будут отвечены правильно. Аминь. Слава Господу. Возьмите свое приношение перед Господом. Поднимите эти конверты. Во имя Иисуса Христа мы посвящаем Господу наши приношения. Мы посвящаем Тебе, Царь наш. Мы посвящаем Свои жертвы. Мы служим Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы приносим Свои приношения. Мы хотим благодарить и благословлять Твое имя. Мы хотим прославить Тебя, Господь. Прими особенный дар от наших сердец. Мы благословляем Тебя. Ты единый, достойный, славный и сильный. Скажи вместе со мной, Господь. Я посвящаю Тебе мои приношения, мою жертву. И я прошу Тебя, ответь на мою молитву. Услышь мою молитву. Во имя Иисуса Христа. Сейчас посмотрите на меня. Давайте сделаем такое интересное действие. Опустите пока. Если у вас есть какая-то проблема со здоровьем, с финансами, или какая-то просьба с жильем, или за детей, или за спасение, что-то особенное, у вас есть просьба к Господу. Сейчас внимательно все слушайте. Если у вас есть какая-то просьба до Господа, что вы о чем-то просите. Есть у вас такие, да? Сейчас сделаем такую вещь. Положите руку на ваше приношение. Закрой свои глаза. Это молитва веры. И сейчас проси у Господа ответ. И начни с таких слов. Я возлагаю руки свои на мое приношение, жертву мою. Я посвящаю тебе, Господь. Я жертвую для тебя. Прошу тебя. Прими мой дар. И сейчас просите у Господа то, что на вашем сердце. Халлилуйя. Я благословляю именем Иисуса Христа. Я благословляю каждое приношение, каждую молитву, Господь. Я прошу тебя, пусть в этот пасхальный день каждая молитва будет услышана. Прости, подними свой голос перед Господом. Проси у Господа милости. Молись с Духом. Поднимите свои молитвенные голоса. Мы обращаемся к тебе, Господь. Мы обращаемся к тебе. Я молю тебя, Господь, о каждом человеке. Я молю тебя, Господь. Даруй ответ. Во имя Иисуса Христа. Да будет ответ твой явлен. Да будет милость твоя явлена. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа. Именем Господнем. Халлелуя. Скажи, я ожидаю ответ от тебя. Я ожидаю чудес. Сохрани. Защити. Благослови. Прибудь со мною, Господь. Халлелуя. Аминь. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце. И принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы, у нас нет заграничных американских хозяев, у нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синелл, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синелл – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем Синелл. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке Синелл помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Синелл – это доброе дело.